всем привет знаменитый артист страшно популярны в советском союзе и не только советском союзе в америке в англии и в современной россии тоже вообще звезда большая звезда винсент фурне он же элис купер все конечно знают это замечательное имя этого замечательного артиста от его пластинок школьник лёша рыбин не могу сказать чтобы сходил с ума но мне очень нравился альбом billion dollar babies как и многим наверное очень хорошая пластинка но еще больше мне нравился диск под названием welcome to my nightmare но про него мы говорить будем в следующий раз в какой-нибудь из следующих наших замечательных раз потому что сегодня мы наверное поговорим про музыку элиса купера не для тех кто любит музыку элиса купера это вообще не для фанатов элиса купера ни разу совсем потому что два первых альбома элиса купера они абсолютно не похожи на ту музыку элиса купера которую мы любим точнее любили точнее я любил когда был школьником хотя welcome to my night но я и сейчас с удовольствием могу послушать мне очень пластинка нравится так же как и как ни странно мне очень нравится лесен виски пластинка очень люблю поздние альбомы я не люблю называйте меня как хотите уродом или там как еще как-нибудь но вот эти мтвшные дела это все это все очень круто купер шикарный мелодист замечательные пишет песни но вот эти вот аранжировки вот это вот подача вся делает их настолько похожими сразу на все одновременно я имею ввиду поздние средние и поздние записи элиса купера это абсолютно все то же самое что там не знаю ара смит white snake и и и и и прочие герои мтв в разряде хард-рок все очень похоже друг на друга ну купер помелодичнее будет единственное что можно сказать а вот пластинки его семидесятых годов и восьмидесятых на мой взгляд но на мой вкус они просто шикарные они для меня ложатся на ухо с с легкостью с легкостью их воспринимаю и очень мне нравится но два первых альбома это собственно претис for you где-то у меня пластинка у меня пластинка на проигрывателе стоит я ее слушаю недавно претис for you 69 год и easy action соответственно 70 я помню когда я учился в школе я уже начал собирать пластинки тогда покупать их на черном рынке за страшные деньги но пластинок было у каждого из нас немного там штуки 45 образовывалась путем экономии на завтраках и на перепродаже наживательной резинки а также других мелочей приятных иностранных эти 45 пластинок все время все время обменивались на толчке на черном рынке то есть иногда с доплатой получалось капитал рос иногда влетал на деньги потому что доплатишь за какую-нибудь пластинку принесешь ее домой она оказывается очень плохой какой-то не не интересно или там поцарапанные или еще были варианты когда переклеивали яблоки на пластинках и ты получал что-то другое вместо того что хотел ну и вот однажды я на менялся альбом вот этот из экшен будучи уже хорошо знаком с музыкой элиса купера по альбому billion dollar babies и думал ну вот или скупера еще один как начал слушать думаю мама дорогая что это такое что это такое меня пидманули пидвили нет вроде голос тот же альбом тот же диск собственно тоже тот же но это переиздание уже у меня но я так смотрю вроде песни да все 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 соответствует ничего не переклеена какой же это или скупер пара правда потом слушался понравилось а вот эту пластинку я вообще тогда еще в молодые годы не слышал услышал уже в зрелом возрасте это первый альбом элиса купера с очень интересной историей но история это расписано в интернете в самых разных источниках все ее знают как группа элиса купера играла в клубах американских и отличилась тем что на одном из концертов на второй песни уже из клуба ушли все остались только два человека в клубе один из этих человеков был франк заппа и это столь поразило запу что сказал что если группа умудряется разогнать всю публику уже на второй песни то с этой группы надо работать в этих людях что то есть явно и он взял группу элиса купера под крыло привел свою свою студию где они начали репетировать начали репетировать свой материал своего первого альбома через некоторое время за повернулся и сказал все вы можете быть свободны они говорят что такое что случилось мы еще не начали я уже все записал вот то что вы играли здесь это все уже пойдет в альбом но это конечно легенда конечно все было примерно так да не так потому что здесь есть и конкретные от репетированные песни собственно говоря они все от репетированы все они сыграны с многоголосием с наложением даже вокальных партий поэтому не все было так просто но запов все-таки сделал так как ему хотелось и альбом абсолютно конечно не похож на музыку элиса купера как я уже говорил там 70-х годов с продюсерством боба эзрина и обязательно покажу и расскажу про пластинку welcome to my night на и мое к ней отношения она хорошая сразу могу сказать так же как и лесен виски я обожаю но эта штука она для тех кто любит pink floyd если кто не слышал но не тот pink floyd вот этот вот не этот pink floyd а pink floyd настоящий флойд сида барретта музыканты очень дружили с сидом барреттом очень дружили со всеми членами группы pink floyd вместе проводили время выпивали закусывали развлекались по-разному обменивались музыкальными идеями я не знаю где это происходило в англии в америке или в америке скорее всего в америке когда перед флойд оказывались в америке ну надо понимать что 69 год флойд уже были в общем на коне но правда подружились они еще раньше подружились они и сидом барреттом в первую очередь и баррет оказал конечно огромное влияние и на этот альбом и на этот альбом здесь кусками просто такое ощущение что играет группа pink floyd не записанные не вышедшие версии песен которые были от бракованы группе pink floyd очень похоже но явно здесь старались сделать что-то что-то похожее на барретовский pink floyd другое дело что барретовский pink floyd это высоко талантливая музыка это действительно действительно шайу на crazy diamond до безумный алмаз сид барретт он не просто так назван безумным алмазом действительно алмаз это действительно гений смысле рок-музыки здесь попытка сделать так же как у баррета попытка неудачная но приятно что в том направлении идет движение скажем так начинается с титане кувертюра одна минута это просто это просто титане кувертюра просто такой звук просто звук просто мощный звук а вот следующий номер который называется менять before the worm полторы минуты это в чистом виде барретовская песня но не написанная барротом написанная под баррета очень похоже и мелодически и вокально и гармонически все очень похоже зато потом неожиданный перескок на с сэнглоу sweet cheerio пять с половиной минут это уже не похоже на pink floyd это похоже на там quicksilver messenger servers гитарные импровизации ну пение все все нормально пение начинается пение потом гитарные импровизации кульбиты какие-то такие на гитаре собственно говоря по нотам все несложно но такие кульбиты такие запилы вот именно что запилы такие но все в гармонии при этом все остается такой вот quicksilver messenger service в варианте элиса купера его группы следующая песня today muller today muller наверное она правильно читается полторы минуты и такое ощущение что группа queen эту песню послушала и потом стала делать свои вокальные аранжировки это 69 год видимо послушали надо же как поют мы сделаем так же сделали так же ну конечно здесь голоса не не такие как у музыкантов группы queen но тенденция ясна living просто мрачная жесткая песня и fields of regga regret пять с половиной минут еще один психоделический трип в стиле сан-франциско америка 69 год упоротые люди умеющие играть на инструментах играют что-то такое свое но мелодично в гармонии все все в порядке на второй стороне примерно все примерно все то же самое любимая моя песня если можно назвать их любимыми здесь baby on mars страшный ракешник адский рок то что называется настоящий адский рок безумный бессмысленный и беспощадный но хороший в общем полная психоделия или психиадалия я бы сказал так для любителей pink floyd quicksilver messenger service и калифорнийских трипов всяких разных но не так как great full dead great full dead просто играли получше прямо скажем но здесь тоже все здорово здесь тоже все здорово но на элиса купера не похоже совсем это не для любителей купера это для любителей раннего pink floyd и психиадалии тех времен американских вторая пластинка уже без запах хотя бизер бизнес здесь присутствует то есть он явно какую-то руку приложил либо к раскрутке альбома либо к спонсированию либо к чему-то фамилии его здесь нет но на бизер присутствует его к финансовая компания это уже как бы рок как бы рок вот это просто как раз мне попалась и я впал в недоумение в детстве что же такое но это как бы рок и рок очень хороший на мой сегодняшний вкус вот мистер и мисс деменнер мисс мистер и мисс деменнер первая вещь три с половиной минуты это в чистом виде студжес просто натуральный студжес но помелодичнее потому что купер он все-таки мастер написания мелодий хороших но рев крик драйв гараж такой же как у студжес очень похоже на студжес на студжес шуи селсман как это странный опять-таки странный закос в калифорнию такой мне не акустический но такой вот гитарные такое бренчане и вот эти дети цветы прямо при правда злобные такие цветы и дети но тем не менее это все туда в калифорнию зато вот прекрасный номер стил но и третья песня с этим мерзким голоском из action вот это она мне понравилась сразу когда я был молод послушал эту песню думаю единственная песня приличная вот с таким гнусным голоском below your means шесть с половиной минут здрасте снова возвращаемся в американскую психоделию кто любит я люблю мне понравилось вот эти вот пространные вот эти вот игры тяжелые все громко все брата вообще рог это вообще ракешник вся пластинка не такая психоделическая как первое больше все-таки структурированная но тем не менее ритона of the spiders первый номер на второй стороне посвящение джиму винсенту с адскими барабанами с адскими гитарами очень быстро и очень жесткая и на ней как-то так уже школьник лёша рыбин очухался нет но все-таки нормально все-таки все-таки неплохо last in at me а вот рефрижератор heaven третий номер весь во флэнджере весь закрученный флэнджером видимо дорвались они до этой примочки до флэнджера потому что продюсер которого звали дэвид брикс опять-таки написано везде про это что он ненавидел группу элиса купера они взяли они сами не очень умели продюсировать свои записи взяли этого брикса и он говорил что я вашу вонючую психоделию терпеть не могу что-то там накрутил мы видим включил флэнджер на весь на все полотно и вся песня закручена в этом флэнджере то есть как бы психоделично но довольно странно потому что и барабаны ну как бы общий микс весь во флэнджер так раз и все вот такое все но все слышно при этом ничего beautiful fly away и lay down and die good bye 7 с половиной минут это опять ребята вспомнили что мы любим пинк флойд баррета и решили сыграть что-то такое вроде interstellar overdrive как попытка засчитана но получилось не так талантливо потому что interstellar overdrive это очень талантливая очень внятное полотно несмотря на то что психоделичное а здесь как бы мы сделаем также но как бы желание хорошее можно поставить галочку молодцы молодцы что хоть так сделали никто так в те годы не делал потом стали делать очень много сейчас групп которые играют музыку аля ранний пинк флойд но это первый опыт наверно был такой в 70-м году когда попытались сделать похоже в общем кое-что получилось и местами из семи с половиной минут есть куски очень приличные в принципе слушать неотвратительно нормально хорошие пластинки рекомендую всем кто любит американскую психоделию и элиса купера вот так вот easy action пошел пить